Звездные товарищи Неужели пришло время, рыдая, сушить сухари, продавать имущество и разрабатывать срочный план эвакуации? Прежде чем мы это узнаем, давайте поближе познакомимся с этой безжалостной звездой. И все же большинство астрономов называют звезду довольно мило, просто Глизе-710, по имени Вильгельма Глизе, составившего одноименный каталог близлежащих звезд. Это одиночный, относительно тусклый оранжевый карлик, занимающий промежуточное положение между красными карликами главной последовательности класса М и желтыми карликами класса G. Оранжевые карлики имеют массы от 0,5 до 0,8 солнечных масс и эффективную температуру около 4000 градусов по Цельсию. Типичные ближайшие оранжевые карлики это Альфа-Центавра-Б и Эпсилон-Индейца. Любопытен и тот факт, что этот вид звезд представляет интерес в поиске внеземных цивилизаций, поскольку они достаточно стабильны. Причиной этому является более полное расходование водорода, чем на Солнце, а также меньшая светимость. Эти факторы способствуют поддержанию постоянных условий при формировании планет и жизни на них. Интересно также, что звездная активность, то есть пятна, вспышки и выбросы массы, у большинства оранжевых карликов значительно слабее, чем у более ярких желтых и более тусклых красных карликов. После главной последовательности оранжевые карлики также расширяются до красного гиганта и сбрасывают оболочки с образованием белого карлика. Но эти процессы происходят заметно медленнее, чем на Солнце. Кроме того, учитывая возраст Вселенной, ни один оранжевый карлик еще не успел растолстеть до красного гиганта. Звезды, которые мы наблюдаем десятилетиями, в основном стабильны. Однако в случае с Глизе 710 звезда движется с огромной скоростью, да еще и к нам. А вы заметили, что земляне просто притягивают неприятности? Как такое вообще возможно? Существует предположение, что это так называемая убегающая звезда. Подобные массивные убегающие звезды приобрели свою высокую пространственную скорость в результате взрывов сверхновых в двойных системах. Более того, для того, чтобы быть выкинутыми из скопления, им надо было пролететь вблизи подобных массивных звезд. Иначе, по закону сохранения импульса, выброшенными из системы оказались бы именно менее массивные звезды. Близкий пролет нескольких массивных звезд оказывается чрезвычайно редким событием, по сравнению с достаточно редкими тесными тройными сближениями звезд малых масс. Но мы рассмотрим другую версию, более правдоподобную. Как известно, наше Солнце не стоит на месте, а движется вокруг центра Млечного Пути, совершая один оборот примерно за четверть миллиарда лет. Во время этого движения соседи нашей системы постоянно меняются. Какие-то звезды приближаются, какие-то удаляются. Например, всего 70 тысяч лет назад красный карлик Вайс 0720-084, более известный как звезда Шольца, прошел на расстоянии менее светового года от Солнца. К сожалению, ввиду заметных погрешностей при расчете расстояния до звезд, расчет будущих сближений — это не самая простая задача. Например, было предположение, что через 270 тысяч лет звезда ХИП-85605 может приблизиться к Солнцу на расстояние от 0,13 до 0,65 световых лет. Позже результаты были поставлены под сомнение как раз на том основании, что принятая оценка расстояния звезды, судя по всему, оказалась очень сильно заниженной. И вот снова задачка на время и расстояние. На этот раз Глизе-710. Звезда, которая сейчас отделена от нас с дистанцией примерно в 64 световых года. Предыдущие исследования говорили о том, что минимальная дистанция составит примерно один световой год, то есть в четыре раза ближе, чем расстояние до системы Альфа-Центавра. Но, как оказалось, расчеты не точны. На сегодняшний день были использованы новые методы, а также помощь телескопа Гайя. И если исследователи правы, то Глизе-710 подойдет к Солнцу еще ближе, чем считалось. Существует большая вероятность, что звезда может пройти в одной десятой светового года от Солнца. В таком случае расстояние от Солнца до Глизе-710 составит около одного триллиона километров. Что, впрочем, все равно еще в семь раз дальше, чем от Солнца до Седны в Афелии. Если минимальное расстояние от Солнца составит одну десятую светового года, то оно сравнится с расстоянием между некоторыми двойными звездами, как, к примеру, Альфа-Центавра и Проксима-Центавра. И видимая звездная величина Глизе-710 при наблюдении с Земли будет почти такая же, как у планеты Венеры. Подобные сближения звезд с Солнцем случаются в среднем один раз в 600 миллионов лет, и их больше не было на промежутке от 10 миллионов лет в прошлом и не будет до 10 миллионов лет в будущем. Так как сейчас расстояние до звезды равно 64 световым годам, то движение ее в сторону Солнца можно назвать очень точно направленным. Так паниковать или нет? Не переживайте, мы уже близки к разгадке. Да, все верно, Глизе-710 может приблизиться к нам примерно на 10 тысяч астрономических единиц. С одной стороны это достаточно далеко, но с другой это расстояние все же небезопасно. И вот почему. Дело в том, что звезда пройдет сквозь так называемое облако Аорта со скоростью примерно 52 тысячи километров в час. Область Аорта, которая находится вокруг нашей системы, полностью состоит из ядер комет. Считается, что гравитационное поле странствующей звезды вызовет колебания во всем облаке. Кометы из облака Аорта окажутся в самой Солнечной системе и, скорее всего, достанется и планете Земля. Вероятно, Глизе-710 притянет за собой 0,1% или около 100 миллионов объектов облака Аорта. Многие из этих притянутых объектов могут направиться прямиком во внутренние границы Солнечной системы, сопровождаясь продолжительными метеоритными дождями и повышенной активностью новых комет ежегодно в течение последующих нескольких миллионов лет. И если нам повезет, и Земля перед этим не будет уничтожена роем комет, то претерпит значительные катастрофические изменения в климате. Так что начинайте строить бункеры. А, хотя нет, не стоит. Бомбежка метеоритами может продолжаться десятилетиями, а если это так, то прощайте, друзья, вы были славными ребятами. Остается лишь самый важный вопрос. Когда это случится? И тут мы можем расслабиться. Это будет примерно через полтора миллиона лет. Или через сорок-пятьдесят тысяч поколений. И если на Земле еще будут люди, то у них появится возможность бросить чересчур близкий взгляд на солнцеподобный карлик Глизе-710. В этом случае может не получиться аналогии со звездой Шольца, и взаимопритяжение Солнца и Глизе-710 может оказаться сильнее инерции обеих звезд. А это приведет к тому, что Солнце превратится в ярко выраженную двойную звезду. Кто знает, может, наши будущие поколения будут наблюдать в костюме C-3PO и R2-D2 закат двойной звезды, прям как на Татуине. С другой стороны, даже если будет возмущение в облаке Аорта, то у нашей планеты есть отличный бронежилет — Юпитер, который спасет нас от бомбардировки космическими объектами. И действительно, газовый гигант Юпитер является своего рода магнитом для небольших астероидов и комет, которые залетают за границы Солнечной системы. Массивная планета буквально обрушивает на себя все опасные объекты. Так что все сообщения об опасности по поводу Глизе-710 можете закинуть в архив. Кроме того, обсуждаемое событие произойдет еще очень нескоро. Но если кто-то собирается прожить полтора миллиона лет, за такое время Землю может испепелить какое-нибудь другое космическое событие из злого космоса. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok